Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – отображение внешнего источника, внешнего сайта на вашем сайте. Очередная странная возможность в сайте Joomla 4. Давайте наглядно посмотрим, как это работает и как это применить. Переходим в меню – MindMenu. Создаем новый пункт меню и выбираем тип. Мы с вами разбираем потихоньку все типы пунктов меню и у нас вот как раз таки на очереди сегодня обертка. Здесь есть небольшое описание. Видите? Отображение страницы внешнего ресурса в окне iFrame. В каких-то случаях, возможно, это кому-то пригодится. Здесь эта возможность есть. Давайте ее разберем. Выбирая этот момент, заголовок страницы как-то называем. И самое главное, что здесь нужно, это указать ссылку на тот источник, который будет отображаться во фрейме, так сказать, в окне. Это, скорее всего, какой-то другой сайт. Давайте на примере своего сайта. Берете ссылку, получаете любого сайта. Вставляете здесь. Сохранить. Также по настройкам. Ну, здесь вообще, на самом деле, стоит вроде все нормально. Ширина в 100% не пиксели, а именно проценты. Говорит о том, что ширина этого окна, в котором будет отображаться сайт, будет растягиваться в рамках каркаса вашего шаблона. Высота 500. Писать проценты пикселей не надо. Можете меньше, больше поставить. Если окно 500, это мало, можно больше или меньше поставить. Но это, соответственно, если процент не стоит, значит в пикселях эта величина измеряется. Есть и дополнительные параметры. Автоматическая высота можно выбрать. Посмотреть, как с ней, как без нее. Добавить префикс тоже. Как бы можно оставить как есть. И ленивая загрузка лучше оставить «Да». То есть это как бы на производительность должно влиять лучшим образом. Остальные все настройки, это присущи другим страницам. Вы уже это все знаете. Если смотрели мои предыдущие уроки. И давайте обновим сайт. Посмотрим, как же это работает. Вот мы вывели ссылку. Переходим по ней. И вот так вот у нас, по сути, прямо в окне есть ползунок. Целый сайт. Главная страница. Сайт в сайте. Это работает. И получается, что даже я могу гулять по страницам другого сайта на этом сайте. Видя весь контент. Вот такой вот урок получился небольшой. Тут, в принципе, сказать больше нечего. Если это кому-то будет интересно, полезно, то такой функционал в Joomla 4 уже есть. И тебя обязательно подписывайтесь на канал. И конечно с этим видео проходитν. Субтитры сделал DimaTorzok